Здравствуйте, в эфире авторский YouTube канал современный разговор с Расим Бабаем. Сегодня я рад приветствовать на своем канале американского правозащитника и журналиста Ирину Цукерман. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте. Рад приветствовать вас. Прекрасно как всегда выглядите? Спасибо, всегда рад. 20 февраля начала свою работу двухгодичную гражданская миссия Евросоюза в Армении и недавно был визит главы МИД России Сергея Лаврова в Азербайджан. Вы помните заявление с той и с другой стороны, наверное, знаете, что означает вот это противостояние между Западом и Россией на Южном Кавказе и как это будет отражаться на Азербайджано-армянских отношениях. На самом деле это в некотором смысле преимущество для Азербайджана, потому что, во-первых, когда Евросоюз столкнется с российскими так называемыми миротворцами, то, во-всяком случае, они будут между собой выяснять отношения и меньше слушать армянскую пропаганду и вредить Баку. Тут представляется возможность кое-как их, если не стравить активно, то, во-всяком случае, воспользоваться ситуацией. Разумеется, повышенный интерес в регионе именно из-за этого конкуренции, из-за этих трений на данный момент конфликта, даже можно так сказать, и возрос. Настолько, что Белый дом пытается каким-то образом вовлечься в этот процесс переговоров, а Лавров вдруг возникает на сцене и пытается возобновить, или, во-всяком случае, обновить отношения предыдущие договоры, которые вроде бы ничем не светили в последнее время. То есть, конечно, дело именно в этом, а не вдруг неожиданной важности самого мирного процесса, который никуда не делся и продолжается уже тянуться, и тянется все это время, пока Байден уже в Белом доме. Ну вот вы сказали, что, я так понял, что вы имели в виду, что Блинкен активно вошел в процесс между Баку и Ереваном. Встреча была недавняя с участием президента Азербайджана в Мюнхене, президента Азербайджана, премьер-министра Армении Никол Пашиняна и Блинкен. То есть, мы сейчас видим, что в тупик вошли форматы трехсторонние с Москвой и с Евросоюзом. С Москвой потому, что, опять же, и с Евросоюзом, и с Москвой, я думаю, потому, что это при активном противодействии Макрона, который выступает против любых контактов между Баку и Ереваном и выступает против того, чтобы было заключено мирное соглашение. В таком вот случае, насколько будет эффективно участие Вашингтона, и вообще, как вы считаете, насколько искренне вот эти все три формата Евросоюз, Москва и Вашингтон в том, чтобы был конфликт урегулирован и подписан мирный договор между Баку и Ереваном? На самом деле, в Евросоюзе мало заинтересован самим конфликтом. Хотя, можно, конечно, говорить до бесконечности об армянских лоббистах, но, в принципе, как сам конфликт, он не является главным для Евросоюза, не является приоритетом центральной темы, сейчас более важная тема энергетики, войны в Украине и прочем. И на фоне всего этого события принимают немножко другой тон. Однако, возьмем на заметку то, что происходит сейчас в самом Евросоюзе. Помимо гиперактивности самого Макрона, много чего другого происходит, которое вроде бы с Баку напрямую не связано, а тем не менее, все-таки влияет. То есть, во-первых, расследование коррупции в Европарламенте. Казалось бы, начало это все с Катары, то есть, причем тут Баку. Но те же самые люди, которых поймали, так сказать, и пытаются это дело расследовать, тут же начали агитировать в пользу расследования других стран, включая, между прочим, Азербайджана, которого совершенно не кстати притянули за уши ко всей этой истории. То есть, пытаются отмежеваться от ответственности и просто перетянуть идеяло в другую сторону. И вообще сейчас в Евросоюзе междопартийная происходит разделка власти. Разные европейские страны между собой борются. Там и Франция с Германией борются за влияние, как, впрочем, исторически всегда было, но в последнее время особенно ожесточилось. Там и борьба между евросоюзом и Лондоном происходит непонятной сейчас. Там и всяческие скандалы, которые говорят о целых блоках разных интересов, связанных и с бизнесом, и с политикой, и определенными, так сказать, союзами, которые между собой через скандалы выясняют отношения. И опять же пытаются переделать все эти союзы, перекроить, можно даже сказать. То есть, Европейский союз совершенно не в том состоянии, в котором можно какой-то конфликт дипломатическим путем улаживать. Для этого нужно внимание, для этого нужен настрой, для этого нужно, чтобы весь парламент не был замешан в каких-то расследованиях, скандалах, непонятных историях. В Соединенных Штатах, как мы видели, два года никто не проявлял особого интереса к конфликту, так как были время от времени довольно символические заявления из Госдепа, особого действия не наблюдалось. И вдруг неожиданно прорыв активности, бессомненно связанный не столько с провалом предыдущего мирного процесса, или даже самим процессом, сколько с противостоянием с Россией. То есть, об искрененности здесь говорить не приходится, но можно говорить о результатах и о том, будет из всего этого толк или нет. Что касается самой России, то, разумеется, у них цель как раз наоборот, продолжать эти переговоры до бесконечности, постоянно вмешиваться и использовать конфликт, во-первых, для чувства самозначимости, особенно в последнее время, а во-вторых, для того, чтобы подколоть Запад таким образом. То есть, они будут пытаться каким-то образом себя вернуть в этот процесс, но не из-за большого интереса в положительном результате, а как раз наоборот. Да, вот мы видим, что российский спорт ушли из всех международных площадок, и вот очень часто сейчас говорят о том, что Лавров вынужден летать в африканские государства, в азиатские, то есть он лишен тех больших стран, куда привык ездить. Да, такое бывает, нечего совершать нападения на соседей. Это особо не привлекается, особенно, когда идут еще ядерные угрозы по отношению ко всему миру. Я упомянул Мюнхен. Вы помните, что в Мюнхене президент Азербайджана предложил открыть КПП, установить на Лачинской дороге и в Зенгизурском коридоре, как бы зеркально действовать с властями Армении. Во время недавнего визита в Баку, Лавров заявил о том, что, значит, КПП открытие не предусмотрено трехсторонним соглашением. В принципе, там и не прописано, что там нельзя открывать КПП. Вот как вы считаете, кто, вообще кто-то заинтересован на то, чтобы, ну, кроме Баку, там, России, Турции, в том, чтобы действовал Зенгизурский коридор? Кто-то заинтересован ли в том, чтобы КПП были на Лачинской дороге установлены и, значит, Зенгизурском коридоре и конец проекта Рубена Варданяна? Почему этот проект распался? Ну, во-первых, по идее, Зенгизурским коридором должен был быть заинтересован Иран, который из этой истории получил бы большой выгод. Но действует он не соответственно собственным национальным интересам, а соответствует всем другим, других интересам. И мы видим постоянное трение с Азербайджаном по этому поводу, и они противостоят открытию коридора, хотя должны были бы только радоваться такой возможности. Что касается КПП, то действительно нет запрещений, не запрещено это договорами, и даже положительнее было бы сместить точку опоры с этих российских миротворцев на стороны, которые напрямую вовлечены в разрешение этой ситуации. К сожалению, на данный момент это возможно преждевременно, потому что из-за недоверия между сторонами, но тем не менее, во всяком случае, обсуждать этот вопрос не помешает. Разумеется, Лавров этим недоволен, потому что это означает, что будут более прямые налаживаться отношения между Ереваном и Бакуой, а значит, что роль миротворцев уменьшится соответственно. Их могут даже вытеснить преждевременно, что как раз было бы очень неплохо так, потому что пока что я вижу только произволы и проблемы из их присутствия. Они просто не исполняют свою роль и выходят за ее рамки. Совершенно не в лучшую сторону, между прочим. Так что его лаврового высказывания я бы приняла самым отрицательным образом и не его это делало вмешиваться в разрешение вопросов между двумя соседями. Если у Армении и Азербайджана лишиться проблемам каким-то творческим образом, почему бы и нет? Все бы только рады были этому. Должны были бы, во всяком случае. Что касается Варданяна, я не уверена, что этот проект окончательно закончен. Только упразднены пока что только титулы, насколько мне ясно, должностей. Скорее всего, чтобы не бросаться в глаза сейчас Соединенным Штатам, которые более пристально наблюдают за процессом, и особенно из-за того, что Варданян находится под санкциями западными. И не особенно некоторые фигуры хотят привлекать к себе таким образом внимание. Им лучше, чтобы такие, как Варданян, за кулисами веревочек дергали и продолжали свои процессы таким же образом. Так что еще поживем, увидим, закончится ли эта история с незаконным, с контрабандой металлов и прочего сырья из Азербайджана или нет. И если этому будет положен конец, то значит, что Варданян с Варданяном покончены, скорее всего, опять же, по той же причине, что он привлекает слишком уж много внимания и своей деятельности. И, между прочим, азербайджанские дипломаты тоже не сидят, сложа руки, а информируют о происходящем своих коллег и в Соединенных Штатах и в Евросоюзе. Однако, если же мы увидим продолжение в ближайшее время этой истории, то это значит, что это было всего лишь символическая перестановка фигур, а реальные власти продолжают действовать таким же образом, как и раньше. Ирина, вот вы сказали о том, что Иран не заинтересован, Иран, наоборот, должен быть заинтересован в Зангизурском коридоре, но вот несколько месяцев назад было подписано между Азербайджаном и Ираном соглашение о том, что дорога пройдет по территории Ирана, значит, соединение транспортное и там пассажирский поток через территорию Ирана, Нахчеван и материнскую часть, как материковую часть Азербайджана основной. Поэтому я не думаю, вот я считаю, что им не выгоден, как говорится, Зангизурский коридор, они, как говорится, они теряют связь с Арменией и теряют, как бы, если через Армению проходят эти грузопотоки и так далее, то они теряют. Но с другой стороны, если через их территорию происходит соединение, то с другой стороны они находят себя вроде другой стороны. Но дело в том, что они сейчас ценят эту связь с Арменией выше, чем общую роль в торговле в регионе. В этом-то вся проблема. То есть тут речь не о том, что Иран заинтересован в торговле как таковой, а в том, что они заинтересованы поддержки Армении. Вопрос здесь более политически, чем коммерческий, на самом деле. Ирина, возможно ли, что вот визит Лаврова в Баку был совершен в качестве просителя? Потому что мы видим, что в Грузии они потеряли сферу влияния в Грузии, сейчас они теряют сферу влияния в Армении, открыто заявляют в Кремле и в МИДе, та же самая Мария Захарова, что миссия Евросоюза направлена на то, чтобы вытеснить Россию из региона. И мы видим, что сразу после этого визита получилась у нас встреча прошла в Коджалэ, значит, депутат Мили Меджеса Рамин Мамедов был назначен ответственным за контакты с армянскими жителями Карабахского региона Азербайджанской республики. Встреча прошла в штаб-квартире временно размещенной на территории страны российского миротворческого контингента. Во-первых, что означает вот этот факт сам встречи, потому что мы помним, что экоактивисты встали стеной, как бы начали акцию, причем они не блокировали дорогу, как известно, осуществляют контроль за движением машин МКК Красного Креста и вообще граждан российских миротворцев. То есть началась акция против того, как азербайджанские активисты на стране не разрешили провести мониторинг на месторождении медном Алибденовом. На самом деле я бы не сказала, что Лавров был совсем уже в роли просителей, так как на самом деле Россия не потеряла влияние в Грузии, а наоборот... еще я вас перебью добавлю, извиняюсь очень... В Дели они сегодня, он встретился, увидел, как говорится, главу МИД Армении, Мирзайна, как бы пишут прям за руку и вот тащил Мирзайна, который сбегает назад. Далее я доберусь. На самом деле Лавров, а в смысле Россия не потеряли влияние. Грузия, наоборот, его расширили. Правительство самообласти на страны пророссийские постоянно вот эти пикеты, которыми они окружили границы, двигаются в направлении все глубже внутри страны, а совсем уж позорная история Саакашвили только подтверждает то, что Россия усугубляет и политическое влияние, и военный контроль над ситуацией. Что касается Азербайджана, они боятся, действительно боятся его потерять, но я не уверена, что Армения, что заявления Армении не являются на самом деле попыткой вовлечь Россию в процессе просто угадать более крупную выгоду между Россией и Францией на данном момент. Опять же, будем просто пытаться таким образом дипломатически себя выставить в более выгодном положении. Тем не менее, мы видим, что Лавров с одной стороны кое-какие требования выставляет, например, противоречит идее КПП, а с другой стороны готов идти на кое-какие дипломатические, если не сказать, ухищрения, то хотя бы компромиссы, как, например, позволить провести эту встречу довольно значительную на российской территории. то есть, все-таки это подчеркивает, что история с Варданьяном не просто так, и во всяком случае без руки России это не обошлось, это не исключительно со стороны Еревана его снятие, а Россия, договоренность какая-то была с Россией, то есть, они хотят укрепить свое влияние, возобновить свое влияние, нарушенное и войной, и второй Карабахской, и последними событиями, и таким образом более дипломатически выставить себя в лучшем свете. Вот что, мне кажется, на самом деле происходит. Вы когда говорили про Армению, я вот не знаю, прав я, не прав, у меня ассоциации с персонажем из сборника рассказов Резина Киплинга Криника Джунглей про Маугу, и там был Табакин, который заявлял, что мы пойдем на север и переждем. То есть, Ереван ведет политику такую, чтобы остроить Россию с Западом здесь, а сама как бы затягивать процесс непримирения с Баку, пока эти стороны будут выяснять, бороться за сферу влияния здесь? Да, похоже на то, и во всяком случае попытаться какую-то и финансовую, политическую, выгоду из этого противоборства. Потому что будет это соперничество за сферу влияния для малых стран всегда выгодно в некотором смысле. Тут же идут и какие-то определенные политические льготы, и финансовые вклады, и дипломатические всякие маневры. Ирина, сейчас я, значит, эти два момента можно в один вопрос вложить. Значит, в конце января было совершено нападение на посольство Азербайджана в Тегеране был убит сотрудник азербайджанской дипмиссии Орхан Аскера. До сих пор, ну, сейчас начинается уже, иранская страна говорит о том, что мы готовы сотрудничать. азербайджанские дипмиссии за последние полгода, несколько раз, даже несколько месяцев, подвергались нападениям, провокации были, открыты нападения, там, разрушали стены и так далее. И 29 марта ожидается визит головы МИТ Азербайджана Джейхона Байрамова в Израиль, где будет открыто посольство Израиля. Взаимосвязь израильской направленности политики Азербайджана и противостояния этого Ирана. Нельзя отрицать, что Иран отчасти в своей агрессии движется нежеланием видеть влияние Израиля неподалеку от своих границ. Учитывая, что в Иране произошло за последнее время несколько крупных взрывов, некоторые вроде бы внутри страны, а некоторые возможно и снаружи. Главная цель усложнить этот процесс Израиля. Если у них не будет базы или возможности каким-то образом координировать действия неподалеку, то, разумеется, это будет гораздо сложнее. Разумеется, политические мотивации здесь здесь тоже совершенно не хотелось видеть Азербайджан и Израиль объединять свои политические действия, открытием посольства азербайджанского, но, разумеется, все произошло как раз наоборот. угрозы в сторону собственной безопасности скорее всего повлияли на решение Баку ускорить этот процесс, потому что вместе против общих проблем легче бороться. Тут логика совершенно простая. Но, думаю, это не единственная причина укрепления отношений. Эти отношения росли довольно давно Израиль помог с оружием во время Карабахской войны. Я думаю, это тоже ускорило этот процесс сближения. Да и, в принципе, и с экономической точки зрения, и с политической, и геополитической. Есть все причины для более близкого координирования действий. Есть и вопросы совместные энергетические и коммерческие расширения торговли и обменом образовательной, культурной. Есть много положительных причин, а не только какие-то угрозы со стороны Ирана. Но, разумеется, это часть общей стратегии на данный момент. Мы видим, что Ближний Восток в принципе особенно обеспокоен иранским расширением своих действий, и Азербайджан в принципе может быть важным союзником, а Израиль для этого идеальный, один из идеальных посредников этого процесса с другими странами в регионе. Сейчас руководитель Магатэ находится в Иране, и вот последние несколько дней выражается особая обеспокоенность, в том числе и Байден, по-моему, говорил о том, что там до 70 или каких-то процентов выросло процент опасений того, что существует, что будет создана атомная бомба, ядерное оружие. К этому все идет. Надо сказать, что Иран будет в этом случае не единственная ядерная держава. Таких стран на данный момент уже довольно много и скорее всего после Ирана последует еще ряд таких стран, потому что никому не хочется оказаться в ситуации Украины. Но речь тут не только в ядерном оружии, потому что если у Ирана было бы такое желание, они попросту могли бы купить приобрести это у Пакистана. Недавно мы видели довольно быстро затихшую историю о том, что через Аманский аэролини Уран из Пакистана попал в аэропорт в Лондоне и направлялся он в руки иранских группировок вооруженных, которые на территории Объединенного Королевства в это время находились. Довольно таинственная история, но при желании все можно приобрести довольно быстро. так что дело не только в этом, а дело в том, что Иран из всего этого получает большие и политические и финансовые выгоды, потому что они расширяют свое влияние по всему миру, проводят глобальные операции. Операции эти, да, экономика внутри страны сильно от этого пострадают, но зато карманы определенных деятелей набиваются и контрабандой, и результатами уголовных новосотрудничеств между собственными группировками и всякими криминальными группами по всему миру, и размороженными фондами, которые США и прочие страны в качестве дипломатических жестов доброй воли в этом процессе преподносят и прочие виды даний, которые Иран таким образом собирает для обогащения собственных аппаратчиков и преследуя идеологические цели, которые для него превыше всего и явно превыше благополучия финансового с самой стороны. Елена, традиционно вообще не с вами. Вы в принципе подробно прошлись по странам и регионам, по Евросоюзу, чем там занимаются. Скажите, а значит, чем сегодня дышат в США? Насколько довольны или недовольны политикой Байдена отношениями значит США с Баку и с Анкарой? Ситуация сейчас довольно бессвязная, потому что и политику соединяем что-то тоже не слишком. Байдену сейчас легко, потому что он может Турции обещать все, что угодно и при этом Конгресс это все замораживает, так что ему не приходится на самом деле каких-то решений делать по поводу того, как разрешать вопросы с Турцией. Он просто обещает, соглашается на требования и потом сваливает все на Конгресс, что, впрочем, действительно правильно. Конгресс блокирует эти действия без предоговоренностей, а Турция эти требования в свою очередь тоже от них отказывается. Мы видим, как этот процесс работает внутри НАТО. Турция после инцидентов в Швеции с горящими Коранами, которые связаны были с какой-то российской провокацией через крайне правых журналистов европейских заблокировала, опять же наложила вето на вход Швеции и Финляндии в НАТО, который очень важен для Соединенных Штатов. Тут такой танец дипломатический очередной раз происходит. В обмен требуются те же самые F-16, которые Байден пообещает Конгресс блокирует, плюс определенные требования от Швеции выдача курдских диссидентов, которых Швеция не может выдать, потому что это было противозаконно для них. Получается такая ситуация и чем это закончится до выборов в Турции в мае непонятно, но после выборов ожидается, что где-то Турция все-таки снимет и вернется к более-менее гладкому экономическому сотрудничеству с Европой, потому что несмотря на финансовые связи с Россией экономика продолжает пошатывать там. Спасибо большое, Ирина. Забыла, кстати, ответить на вопрос насчет Индии. Тут такая ситуация возникла довольно странно. Собрались на этой неделе на саммит двадцатки, не смогли договориться даже до определения словосочетания связанного с событиями в России. Некоторые страны темно на свои идеалы, а сама Индия оказалась как бы посередине всего этого. С одной стороны, у них довольно активно растущее сотрудничество с Западом, обороны, военные, с другой стороны, они продолжают зависеть от России в смысле оборудования и свою технику могут продавать исключительно Армении и тем странам, у которых также российская технология. То есть они в результате своей зависимости оказались вынужденным союзником Армении, но при этом на самом деле у них в общем больше с Азербайджаном, чем с Арменией и подвергаются они нападениям от одних и тех же источников, которые, кстати, включают в себя армянских пропагандистов. Как ни странно. Так что ситуация довольно каврзная, непонятная и думаю ее давно пора уже разрешить каким-то образом, потому что на самом деле единственное, что Индию так удерживает в этом блоке это зависимость военная и совершенно им ничем не помогающая. Благодарю вас, Ирина. Спасибо. Уважаемые зрители, по традиции я в конце говорю о том, что вы смотрите очередной эфир, смотрели очередной эфир моего авторского YouTube-канала «Современный разговор» с Расимом Бабаевым. Вновь любезно согласилась прокомментировать события в мире мне и вам, уважаемые зрители, американский правозащитник и журналист, президент консультативной компании Sky Rising Incorporated Ирина Цукерман. Спасибо большое, Ирина. До новых встреч. Всего вам хорошего. Обязательно. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok